Здарова народ вы на канале КПК с вами я и вас я рад вас всех приветствовать сегодня у нас с вами такая вкусняшка я даже не знаю как назвать эту машину это ford flex 16 года вашего внимания пожалуйста об этой машине разговаривать народ я не знаю как нормально или не нормально она не обычная со всех сторон действительно она была пригнана благополучно с америки можно сказать сейчас и немножко рекламу ставлю как бы из своей работы и работы моих друзей как бы я работаю вместе с ними это компания автоюсей все ссылочки в описании внизу под видео кому интересно все вопросы туда или мне в инстаграм кто не подписан на мой инстаграм подписывайтесь там тоже много интересного постоянно какие-то новости из жизни автомобилей и из то моих друзей с кем я работаю все хватит и поехали дальше ford flex он пока плыл уже был продан человеку понравилось потому что это комплектация limited она действительно интересная прикольная но вообще непонятная непонятно почему когда американцы выпускали эту тачку я не знаю чем они думали еще хотели представить из создать из этого автомобиля то есть по паспорту она будет получаться как кроссовер по факту это типа минивэн вот с такой длинной мордой то есть сделали формы и вся изнообразность вот это вот всего это американец чистый так по факту это ну я хрен его вы сами придумайте название ему то есть это огромный универсал или это минивэн короче что типа того огромные колеса то есть машину если вы хотите себе такую если вы открыли этот ролик возможно что вы хотите такую машину либо там задумались либо просто интересно что это за отродье автомобиля которая в принципе прикольная то сразу говорю пока что пока что в украине на данный момент на него запчасти запчасти тяжело найти либо под заказ ну как бы они есть их найти всех можно из америки потому что машина основном создавалась в канаде не мексике не еще где-то в канаде то есть это чистый чистый американец запчастей не очень много тяжело найти то есть она она собрана с ней все в порядке но вот не хватает да вот тут идет хромированная вставка такая пластик хромированный не хватает там туманок ну тяжело ну нету но они уже заказано но все едет но машина должна уезжать поэтому я не мог не мог не уделить внимание на такой автомобиль и не рассказать это вам не поделиться этим да давайте пообщаемся вперед не забываем про комментарии не забываем подписываться потому что дальше больше ну ты как обычно все будет погнали короче по факту по факту эта машина что из себя представляет данный автомобиль переднеприводный вообще не понимаю чем вы серьезно вы делаете такую мразину сарающие такой огромный и вы делаете его передним приводом ну как бы да если по городу и т.д. и т.п. она ну роли как такого не имеет роли не играет ну не играет есть они полноприводные они есть полноприводные на как бы там не зависит от комплектации там зависит именно от того что человек хочет то есть хочу передний привод хочу полный привод смотрели чего сказать что это внедорожник нет он не низкий но и невысокий как для внедорожника если вы захотите на нем где-то погоцать я не знаю там каких-то ну типа приколях оффроуда то вы на пузо сядете не хер петь будете сидеть там пока вас крана вот так не подымут на вертолете не отвезут потому что по три пятьсот с чем-то тридцать не тебе не мины 35 движок на 285 сил лошадиных в образная шестерка то что вы образно шестерка это плюс мне нравится классно прикольная атмосфера еще есть эко буст на 35 там идет по моему 345 сил вот так вот то есть атмосфера прикольная надежная этот двигатель насколько вы все знаете кто знает украине любят к оставить в основном и он офигенно подается уже тут стоит газ человек попросил уже поставили все работает все отлично двигатель неприхотливый вообще как вот большие двигателя там фордов там то так всего такого американского он адекватный он нормальный лейте правильное масло вовремя даже немножко раньше от вовремя и тогда у вас будет вообще все за отлично открывать капот не хочу потому что там реально некрасиво некрасиво и нету не стойки и она все ну некрасиво точно точно открыт я я приоткрою покажем и сразу закроем просто такая и обратно готовы пожалуйста все хватит это нормально у меня же без первого раза закрыл поняли да все вау ну мое мнение мое мнение по поводу внешки морды и общего плана не хочу не снимать ну он красиво он прикольный с мордой мне нравится оптика мне нравится габариты классные нравится вот так посмотреть морда нравится то что он широкий такой не сильно высокий а так по факту почему он должен быть так не знаю тут я вот нет у меня вот конкретики конкретной конкретики конкретной конкретно как и конкрет ну свое мнение оставьте комментарии все продали а зеркала лен какие такое я читал когда за этот автомобиль зеркала говорит поставили на этот автомобиль поскольку это реально как эта солянка непонятная плане там и в минивэн и кроссовер и непонятно что это спорт под спорт стиль типа типа под f1 чтобы она так выглядела эстетично и придавало спортивный характер автомобиля серьезно вы серьезно америка вы умные люди такого больше не делаете не пишите хотя бы больше хочется поговорить про вот от сбоку как он смотрится гляньте просто сбоку это просто шедеврально мне нравится мне не нравится то что он низкий как для такого автомобиля мне кажется что он должен был быть немножко повыше квадратный топорный американец вот эти вот вмятин да ну я не знаю как это назвать я думаю что он возможно это легра жесткости какие-то чтобы он там не выгинался не но он барабанит я не знаю шумовать его надо однозначно двери просто посмотрите на эти ворота это не дверь это ворота вот если бы тут двери открывались как в роуз-руссе вот так вот отвечаю сюда еще один флэк заехал бы 150 процентов они огромные просто огромные посмотрите какие они но до места много залазить удобно но по сути дверь могла бы открываться еще дальше то есть вот ее максималка да ты залезешь все но это все равно ты себя чувствуешь каким-то ущемленным я вам скажу да потому что можно было бы по-другому сделать как же меня не могу не уделить внимание на это для чего была создана я не понимаю зачем вот это дверь наверное они сделали короче дверь немного длиннее такие думаю блин а чё будем там что-то вырезать а просто согнем его и под машину закинем это место короба служить я не знаю или что ну суть в том что вот такая фигня есть но якобы это все сделано для того чтобы пыль и грязь как таковой сильно не летал автомобиль там после таких каких-то там дальних поездок или типа того здесь снизу есть резинка она закрывает но можно было присуда резинку поставить или хотя бы хотя бы какой-то гермет провести здесь потому что здесь просто стык металла это как минимум уродливо но не есть некие отзывы на автомобиле говорят что все равно вот здесь сильно залетает грязь посередине прям вот тут можно испачкаться ножкой момент что-то тут якобы мягкая но это американец ждать отсюда во что-то нереально нет но в этих комплектациях но она принципе в принципе хорошо нормально машинка чистенько от химчичина вот и поэтому говорю что вот эта ручка она мягкая хотя такое ощущение что ты вот нажавши на нее она реально отпадет дерево вставки по дереву очень классно не как многих вариациях она шло огромные карманы но реально если посмотреть на дверь такое ощущение что это какой-то щифонер реально по факту вот тут тут ручка тут как-то она вот здесь все прямоугольная все прямое такое что ты вот сейчас вот тут нажмешь откроешь тут шкафчик вылезет достанешь до плавки полотенца пойдешь купаться реально вот ну такое ощущение какое-то домашнее домашнее что-то давайте сначала я присяду назад покажу сколько здесь сидушка очень хорошо отодвинута назад очень место здесь просто садится удобно естественно все нормально все тут на месте все хорошо мягкие такие мягкие мягкое сиденье все ну классно сделано все реально для комфорта сзади регулировка климата то есть вы можете задние пассажиры легко себе все настроить все что нужно как нужно здесь есть на 220 розетка на секундочку приколях много мне нравится вверху воды воздух от воды гляньте все тут ну ну продумано под пассажиров продумано эта машина ну на дальняке ну и в городе естественно ну на дальняке то есть я считаю что вполне 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 хреново я не знаю не ездил естественно на дальнее расстояние а вот еще прикол крутить по моему да открываешь мало то что тут подстаканники у тебя у тебя еще и здесь подстаканники и мне вот эта подсветка фордов вот шоу патриота что я снимал то не видел заходите там есть это видео посмотрите что здесь красота очень красивая подсветка мне очень нравится такая бирюзовая такая немножечко такая симпатюшка вылазит ну ты как будто я не знаю это вертолет какой-то вертолет огромные двери огромные сюда иди помимо этого это же трехрядка семиместная машина вот здесь есть кнопочка которая складывает сидение на комплектациях 18 19 года идет сервопривод то есть сиденье то есть она вообще-то красивенько аккуратненько складывается обратно можно и вручную но мы нажмем с вами кнопочку и 1 2 и ручечки 1 раз все двигалось все красиво и пожалуйста 3 теряться деньги я честно говоря туда не садился и очень хочу я пошел до свидания ну залазить ну такое ну нужно подголовник ну не башкой ты недостанешь нихуód нихуниху да никуда не достанешь никуда здесь есть ещё кармашки подстаканник сиденья ну если еще назад вот отодвинуть ну чтобы оно было удобно для переди сидящего то у меня уже колено упрется то есть на недалекое расстояние чтобы банду перевести тому пацанами поехали там куда-то не знаю или семьей может быть то да это для детей это для детей причем трое-трое свободно влезут за по-любому что наши что не знаете троих-четверых посадят поехать куда-нибудь еще и ну багажник уже нет все давай выпускаем как-то жестко она жестко делает это все жопа мне больше нравится чем морда это однозначно потому что она квадратная грубая и в принципе симпатичная симпатичная есть камера заднего вида открывается он ляда багажник ляда из пульта можно открыть и салона и вот здесь есть кнопочка то есть все доступно все удобно реально прикольно за это вообще похвала потому что ну очень круто давайте давать из пульта так раз открывается классно сервопривод все дела качество сборки ну неплохо неплохо машина прошла по моему 80 тысяч километров не менее ну все вот пластике топорном дубовом как это любят американцы там под низом запаска нет ее вернее там стоит баллон уже газовый тоже какие-то кармашки еще что-то третий ряд гляньте что происходит тут если дернуть его за вот эти вот веревочки по моему а они вот так вот так складываешь за красненькую сначала складываешь потом берешь двумя руками делаешь вот так раз только что он не защелкнул должен ну защелкнул короче это уберем и второй момент тоже самое раз два уже получился огромный багажник но это еще не все я вам более скажу можно сделать так не нет там снимать я можно сделать еще вот так вот так и получается просто трех не двух трех спальная кровать конкретно посмотрите сколько места это очень круто выехать куда-то да не важно куда ты выйдешь ты нормально сможешь и поспать и отдохнуть у тебя тут кармашки есть я не знаю но только телевизора не хватает хотя и телевизор тоже можно сюда поставить сейчас пока я закрою кнопочка говорит что сейчас может закрыться и он закрывается и все у нас хорошо ходовая здесь получается впереди макферсон и сзади у нас независимым на рычажка а кушает он ну по паспорту заявлено где-то 14 литров но я думаю где-то 15 15 с половиной точно жрать будет это ну бабки не ходи ну пускай где-то ну расход среднем возьмем 13 с половиной у нее расход сказать что она прям какая-то вот шустрая нет 285 сил на 30 40 ньютон на метр не дает прям супер вспышки есть какой-то запас мощности чтобы вы там ехали где-то но при всем при этом один большой плюс она очень хорошо держит дорогу вот хорошо держит уверенно еще на полном приводе куда-то зайдете поворот да тут мало ну потому что он широкий здесь есть два режима памяти сидения на секундочку ну понятно центрально это вся фигня зеркало автоматы могли поставить и на все окна говнюки колонки но эта карта конечно но не знаю руль удобный руль отличные удобные все тут ясно понятно дохрена кнопочек там чтобы и за компьютером последить и за остальным последить и круизка не корона брала книг не корона брала это была шутка минутка вот круиз-контроль телефону все дела ну короче все это нормально сидеть посадка удобно классно все хорошо есть тут датчик тут до хрена всяких датчиков до хрена вот этих всех моментов все суда впихнули все что можно начиная от датчика света датчика дождя датчик света прикольно работает едешь в темное время суток авто поставил темное время суток перед ничего включает сам дальний только какой-то свет либо автомобиль увидит он выключает дальше датчик дождя ну понятно как он работает приборка непонятно ну работает получается как ну дождь идет он капает на лобовой после этого срабатывает датчик дождя он понимает что капает на лобовой и потом он включается дворник стеклоочистители щетки и чистит еще раз перебьешь мне по такой херни ах ты осьминогами на настоящее ладно я не хотел тебя обижать вы серьезно америка америка american style я не знаю что это что такое вы же плюнули сюда я не знаю что ты придумал тот и дизайнер огромная машина автобус 83 человека сюда поместится это кто придумал кто вот эту бедную кнопочку придумал я не сделал это что тебе места мало было здесь что ли место его не существовало что ли ты придумаешь уже отдельно было тут придумал бы конкретно пластик какую-то подставку сделай побольше просто из-за того что это большая машина это не маленького это не смарт я не знаю не ока какая-нибудь это ford flex божечки это такая машина большая вы вот это захочешь сказать спасибо ты не скажешь спасибо за не едущему ты сюда не попадешь просто-напросто не конечно же суда всунули диски шестнадцатом году вы зачем это делаете я не понимаю зачем вот зачем дальше мне кажется тоже есть вот интересно я почитаю ска узнаю я напишу это есть в описании я напишу есть это или нет а руль здесь регулируется вот так вот андроид система есть вот тех комплектациях что 18 19 год там идет этот не android как называется нажал там идет и apple система то есть то что ты ну чё ты пикаешь о музыка громко качественно 12 колонок ну неплохо вай фай май фай я не все что хочешь подогрев сидений ты регулируешь отсюда во все ту и тут сенсор и вот это вот все тоже сенсор запускается нажал запустилась прикольный звук вы 6 не нравится такой приятный приятный приборка по поводу приборки здесь нету стрелки тахометра только спидометр справа получается там телефон навигации ну все компьютер то что вы не хотите там смотреть вот сюда слева по поводу там ну там топлива там масла все что нужно показывает но чтобы включить авкометр здесь вот так вот нажать сейчас а вот здесь можно поменять либо спидометр вам будет ну в электронном виде показывать либо вот так включил тахометр еще вот этот же фордовский кодовый замок но не только там и на линкольнах по моему еще на каких-то американцах тоже в 1 диска стороне кодовый замок сенсорный то есть забили зафиксировали вы без ключа пришли открыли машину и делайте свои дела закрывать автомобиль тоже это не кнопка это сенсор поднес закрыл открыть вот так все то есть все предельно просто интересно и удобно стиль автомобиля есть но этот стиль он сугубо своеобразный и сугубо на любителя вообще бояться этот автомобиль не нужно всем привет другим городам украины мне много писали очень приятно с харькова еще раз скажу так про эту машину отдельно свое мнение мне он вот так вот со стороны у меня он прикалывает потому что это необычная машина так такой вроде на стиле что-то там есть это огромный классный семейный автомобиль семейный либо людям которые ну вот постоянно ну для путешествий однозначно спасибо что досмотрели видео до конца ребят подписывайтесь пожалуйста на мой канал дальше будет много интересных видосов сто процентов ставьте колокольчик лайки комментируйте обязательно мне это очень важно и очень приятно ребят сейчас конец года через пару дней будет новый год отдельно хочу всех поздравить с новым годом пускай 2021 будет только с позитивом уверенный и крутой такой же какие вы ребят кто смотрит это видео да и не только всем еще раз большой привет с харькова всех обнял с наступающим новым 2021 годом увидимся в новом 2021 году с новыми машинами интересными я буду стараться всем пока